Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Меня зовут Александр Лупиненко. Сегодня я расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Днем воздух погреется до 6 градусов, ветер западного направления до 7 метров в секунду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельская область изменится только к Новому году, когда в сторону Беларуси начнет поступать воздух из Арктики. К 31 декабря температура воздуха в стране опустится примерно до минус 5 градусов. Но это не точно, ведь прогноз предварительный и погода может измениться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня экспозиции Гомельского дворцово-паркового ансамбля будут дополнены. Выставка под названием «Белый как снег» станет последней из юбилейного проекта коллекции музея к столетию музея. Накануне зимних праздников посетителям дворца покажут уникальные вещи из фарфора. Это и посуда, вазы, часы, и герой сказок, и самые разные образы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В музее истории города Гомеля продолжает работу выставка фотографий «Белорусские прихожуни». На ней фотокартины Альфреда Микуса. В своих работах он отражает образы белорусских женщин через календарь народных обрядов. Все фотографии, которые сейчас могут увидеть гомельчане, автор сделал в разных уголках Беларуси. Он работал и в деревнях, и в небольших городах, и во время народных праздников и обрядов. Все женщины на снимках автора – не только усердные хозяйки, заботливые жены и матери. Они также исполнительницы многих обрядов, хранительницы духовных ценностей народа. Познакомиться с белорусскими прихожуньями гости музея смогут до 12 января. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В канун рождественских праздников во дворце Румянцевых и Паскевичей откроется выставка работ воспитанников студии «Вдохновение». Она работает при областном дворце творчества детей и молодежи под руководством гомельской художницы Анжелики Шабалтас. Выставка «Ван Гог. Импрессионисты и другие» раскинется в Южной галерее дворца. Посетители ждут работы, выполненные в сложной технике и с мастерством без скидок на возраст. Студийцы обратились к шедеврам мирового искусства конца 19-го, начала 20-го столетия и внесли новые оттенки в известные темы и сюжеты. Открытие выставки состоится 24 декабря в 15.00. Не пропустите. 24 декабря Гомельский дворцово-парковый ансамбль представит еще одну выставку. Она называется «Из недр земных и временных. Гомельщина в археологических артефактах». В экспозиции результаты полевых исследований, которые проводились в последние годы на территории региона. Гости музея увидят находки каменного и бронзового веков, раннего Железного века, раннеславянского и древнерусского периодов. Также это будут предметы эпохи Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Выставка уникальна тем, что впервые в музейной практике в одном месте соединят сразу несколько результатов исследований. В данном случае речь идет о 10 исследователях, 17 памятниках разного времени и около 500 экспонатов. Увидеть их можно будет до 15 марта. Молодежный театр в Гомеле готовит новогодний сюрприз для юных зрителей. Спектакль «Три желания». Это приключение со смыслом. Злая колдунья превращает героиню в угрюмую сову. Девушка так и осталась бы птицей, если бы не помог ей дед-лесовик. Он подсказал, как вернуть человеческий облик. И как же, спросите вы? Приходите на представление и все узнаете сами. Организаторы обещают много шуток, танцев, отличного настроения и даже шанс побывать на Кудыкиной горе. Премьерный показ состоится уже завтра, 20 декабря. Гомельский клуб ремесленников «Чаровные подарунки» готовится к новогодним праздникам. 21 декабря в городском центре культуры пройдет выставка-ярмарка изделий ручной работы «Рождественские подарки». На ней можно будет найти поделки, выполненные в самых разных техниках, и не только полюбоваться ими, но и забрать понравившиеся с собой. Частью мероприятия станет и мастер-класс по созданию елочной игрушки. Гостям гарантируют праздничное настроение, вдохновение и море позитива. К другим интересным новостям. В одной из пещер на острове Сулавесе в Индонезии археологи обнаружили наскальные рисунки возрастом более 44 тысяч лет. На них изображены животные и люди в процессе охоты. На древних картинках рассмотрели также вымышленных существ. Это может говорить о религиозном характере изображений. Возраст рисунков делает их древнейшими на планете, утверждают ученые. А до этого считалось, что самые старые изображения находятся на стенах в пещере Шове на юге Франции. Наскальная живопись там, как сообщается, была выполнена более 32 тысяч лет назад. В Японии девушка придумала хитрый трюк, чтобы избежать лишних криков ребенка. Ее годовалый сын начинал плакать всякий раз, как она покидала комнату. Поэтому женщина пошла на хитрость и сделала несколько своих картонных копий в полный рост. Результат оправдал ожидания. Ребенка получалось оставлять минимум на 20 минут. Но, конечно, ни одного. В это время за малышом присматривали другие члены семьи. А мальчик принимал картонную копию за настоящую маму и продолжал играть без криков и плача. В США старейшая в мире супружеская пара отметила 80-летие со дня свадьбы. К месту празднования юбилея 106-летний муж привез 105-летнюю жену на машине модели 1920 года. В подарок она получила букет цветов, как это было на их первом свидании. Супруги познакомились в университете в 1934 году, а через 5 лет поженились. Они попали в книгу рекордов Гиннесса как старейшая супружеская пара мира. Секретом счастливой семейной жизни считают умеренность и любовь. Причем взаимную. В Китае семейная пара не досмотрела за дочерью в автосалоне. И зря. Девочка испортила 10 машин. Владельцами одной из них могли бы стать родители юной художницы, но теперь им придется потратить деньги на возмещение ущерба. Как оказалось, в какой-то момент малышка заскучала и решила порисовать на новеньких авто. Только вот в качестве инструмента для этого она выбрала камень. Пока такое творчество было замечено, девочка успела пройтись по 10 новеньким автомобилям. Ущерб автосалону составил более 70 тысяч долларов. Таких денег у родителей не оказалось, а суд постановил возместить автосалону около 28 тысяч долларов. Новая функция в Инстаграм начала предостерегать от оскорблений. В компании разработали искусственный интеллект, который призван защищать от обидных фраз. Пока новая функция начала работать только в некоторых странах. Пользователи будут уведомлять о том, что они используют в тексте недопустимое выражение. Если искусственный интеллект обнаружит что-то подобное в подписи к фото или видео, то пользователь увидит табличку с предупреждением и сможет задуматься над тем, что он планирует написать. Кроме предостережения от оскорблений, нововведение также будет оповещать людей о позиции самой компании на этот счет. Творчество необходимо людям, как воздух. Так считают герои очередного выпуска программы «Бизнес-план» Алена Яцкая и Антон Никлюдов. Руководители творческой мастерской, которая открылась в Гомеле три года назад и довольно быстро стала популярным местом засуга. В чем секрет такой популярности? Много ли в Гомеле творческих людей и легко ли быть художником-предпринимателем? Об этом сегодня в программе «Бизнес-план». Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 19 часов 20 минут. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни нашего региона, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20-25. Это прекрасная возможность, приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко. Желаю вам отличного настроения на весь этот день.